здравствуйте друзья здесь димитков юрий в то время как все ну или по крайней мере многие ждут кризиса давайте посмотрим а что же происходит на самом деле на рынке и так ли страшен так ли страшно ситуация что прямо вот надо бежать и что-то делать посмотрите что происходит на рынке нефти посмотрите вот прямо сейчас в последнее время нефть вдруг начала расти посмотрите вот график часовой вот посмотрите вот явно идет 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 и идет на повышение помните я недавно говорил что кризис если будет то в следующем году а в этом году до конца года в общем то ожидается что будет рост по крайней мере локальной вот ну до декабря я ожидаю рост на самом деле вот она нефть уже начала расти и она вырастет ну я думаю что до 65 может вырасти нефть совершенно спокойно вот посмотрите явно что происходит с рынком российским посмотрите вот индекс ртс что такое индекс ртс это средняя стоимость акций российских на на в долларах выражены посмотрите что происходит 2019 год вот он вот было падение в конце прошлого года помним это да и с тех пор он растет 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 да вот начиная с июля месяца было падение с 15 августа рост с 16 сентября снова упал сейчас начинает подниматься ну как то все логично и помните я говорил что рынок будет вот примерно вот так вот подрастет и это будет ну посмотрите вот конец года и скорее всего он подрастет ну а потом уже в декабре ну что в декабре уже видно будет что будет с рынком но сейчас я бы не стал вот так вот оголтела бежать и впариваться в доллары какие-то и так далее рынок растет ничего страшного не происходит до идут переговоры просто наблюдаем но не надо паники не надо сбрасывать акции как-то сильно надо может быть просто подождать до конца ноября например а потом продавать акции ничего ведь страшного не происходит вот такие скоте как бы кратенькая ситуация на рынке ну я лично уже давно ничего не делаю на рынке просто у меня есть портфель сформированный я пока наблюдаю но на следующей неделе я хочу снова пополнить брокерский счет я надеюсь там тысяч 50 60 я смогу добавить к своему брокерскому счету потому что я это делаю регулярно по мере возможностей вот в прошлом месяце мне удалось там не так сильно пополнить там тысяч там 40 50 вот но сейчас я надеюсь что будет побольше потому что в прошлом месяце но мы вернулись из отпуска и сказать там отложенные как бы расходы за счет отпуска были вот сейчас вполне друзья мои стратегия та же самая пополняем брокерский счет регулярно пополняем брокерский счет постоянно и дальше мы потихонечку формируем свой инвестиционный портфель иногда его меняем добавляем туда ну если вот ситуация на рынке меняется пожалуйста мы добавляем туда более консервативные активы такие как структурные продукты защиты и капитала вот но у меня есть структурный продукт защиты капитала на золото на на актив выраженный в золотах это это f spdr gold кроме того я считаю что достаточно эффективные активы это но ты на корзину компании несмотря на ту критику которые вот некоторые значит там есть особо активные пишут что там но ты это вообще повышенный риск там значит там 33 актива значит актив повышен в три раза риск повышается в три раза друзья мои самая худшая акция падает а мы получаем прибыль вот основная идея и в ближайшее время вот уже появилась очень интересная нота на айти компании в сша насколько я помню я о ней буду рассказывать поэтому оставайтесь на моем канале я буду рассказывать про интересные активы и возможно я вот где-то в следующем месяце немножечко увеличу долю в этих активах лично сам вот поэтому оставайтесь на моем канале следите за моими видео чтобы не пропускать поставьте пожалуйста колокольчик ну а сейчас лайк и поделитесь этим видео со своими друзьями и не надо унывать и не надо ждать чего-то плохого надо смотреть по ситуации и вы ждете кризис а его нет вы рискуете не дождаться как-то девушка которая ждала ждала принца на белом коне а пришел почтальон и принес ей пенсию не дождетесь оставайтесь на моем канале спасибо за внимание с вами был демитков юрий до встречи